Китаец, живущий в Канаде, сегодня в гостях у «Оранжевого утра». Джордж Гао – композитор, исполнитель музыки к оскароносному фильму, номинант на премию Грэмми. Джордж играет на старинном китайском инструменте «Эрхо». Отличная возможность узнать больше про инструмент и про классическую китайскую музыку. «Оранжевого утра» Потому что в исполнении композитора и музыканта Джорджа Гао эта композиция звучит очень круто. У нас также в гостях сегодня еще Наталья Миллер, которая, как всегда, помогает нам переводить всех артистов, которые приезжают в Новосибирскую государственную филармонию. Ну что, начнем знакомство с нашим прекрасным гостем. Мы о нем наслышаны, если честно. Очень, говорят, известный, популярный, да и инструмент, который называется «Эрхо», тоже. Мы хотим поговорить о наших прекрасных гостях. Во-первых, расскажите, где вы родились и сразу ли вы родились с «Эрхо». Итак, где вы родились, и вы родились с «Эрхо»? Я родился в Шанхай, несколько лет назад, и я живу в Гансу, которая находится в Новосибирске, и я начинал изучать «Эрхо» когда я был 6 лет. И, знаете, много вопросов, почему вы выбрали инструмент, и потому что у меня нет других выборов. Мы только у нас есть один «Эрхо» лежит там, чтобы начать. Дело в том, что, ну, некоторое время назад я родился в Шанхае, в довольно бедной семье. Конечно, «Эрхо» я в руках не держал, взял ее только в 6 лет. И когда меня спрашивают, был ли у вас другой выбор или почему «Эрхо», я скажу так, была только «Эрхо», она была доступна, она была не так дорога. И, в общем, в 6 лет у меня не было выбора другого, кроме как играть на «Эрхо». А я вам еще больше что-то расскажу, потому что мы с Джорджем уже не первый раз… Давно вместе путешествует уже, да. Дело в том, что тогда, когда Джордж был совсем юным, политика партии правительства Мао Цзэдуна, она была такова, что, значит, все в поля. И неважно, какой ты, значит, политический, ученый, музыкант, вообще все в поля возделывайте, вперед, в общем, вот такая была система. И родители не очень видели Джорджа в виде прилежного фермера, что он был драчун, хулиган, он все время убегал, он возвращался весь в синяках, и мама как-то очень засомневалась за, в общем, благосостояние Китая, если такие фермеры будут его сделать поля. И она сказала, мама учительница начальных классов, музыкант, так чуть-чуть, она сказала, вот тебе «Эрхо», и единственный вариант избежать этой участи, уготовленной всем, это стать приличным музыкантом. Тогда у тебя был шанс, что тебя приглашают в труппу, в группу, лицедействовать или актерствовать, или петь, или играть. И, в общем, Джордж, слава богу, не упустил свой шанс, чему мы страшно рады. И все-таки, вот обучение игры на «Эрхо», это было, что называется, из-под палки, или потом Джорджу в тинулся ему так понравилось? Да, что ты должен делать это, и в другом случае ты должен быть фермер. То есть, это было реально, ну, она тебя запрещала, она тебя запрещала, или ты реально радовала? В самом деле, я радовала музыку, когда я выбрала «Эрхо», когда радио проводилась хорошая музыка, я просто влюбилась в музыке. I think my mom had noticed that, and so when she asked me to play the «Эрхо», I didn't feel against it. I said, wow, wow, that's good, that's fun. But, you know, they never pressed me to practice. And I actually, you know, I'm very, I worked hard. So I really love it. Ну, да, насколько вы поняли, что Джордж говорит, мне всегда музыка очень нравилась. Я, когда слушала радиопередачи, когда транслировали музыку, я просто закрывала глаза, впадала в какую-то нирвану. И, в общем, семья упала в нужную почву, когда мама мне сказала, ну-ка попробуй, поиграй на «Эрхо». И, в общем, он втянулся, никогда родители не заставляли, никогда не наказывали, никогда не настаивали. Он сам с удовольствием вот в этом направлении стал двигаться. Ну что ж, дорогие друзья, нашу беседу с нашими чудесными гостями Джорджем и Натальей мы продолжим чуть позже. Прямо сейчас прервемся ненадолго. Джордж Гао – наш сегодняшний гость, композитор и музыкант. Он обучался музыке шестилетнего возраста, окончил консерватории Шанхая и Торонто. Наш гость является победителем множества состязаний, самым известным из которых можно назвать национальный конкурс «Эрхо» в Пекине, где Джордж завоевал сразу три наивысших награды. Композитор и инструменталист. Он пользуется заслуженным авторитетом в профессиональных кругах. Гао создал и написал музыку к оскароносному фильму «Кровь округа Инджжо». Его саундтреки номинируются на премии «Эми» и «Джемини». «Эми» и «Джемини» и «Джемини». «Эми» и «Джемини» и «Джемини» и «Джемини». Как приятно наблюдать за Джорджем, когда он играет. У него столько эмоций на лице, это просто классно. А вот представь себе, что в Новосибирске он выступает с камерным оркестром, и он и дирижирует одновременно оркестром сам. Как у него спевает вот это? Когда-то были первые-первые моменты, это было очень мило, потому что они так с первой скрипкой вместе. А сейчас уже они там как-то с полудвижения плеча его понимают. Уже понимают. Хорошо, продолжаем нашу беседу. Джордж, хочется узнать, как же вы переехали в Канаду? Легко ли вам дался этот переезд? Сразу ли вас там приняли? Или какое-то время пришлось затянуть поясок и быть настоящим таким голодным музыкантом? Как вы получили в Канаду? Были это легко для вас, или вы действительно были очень плохие музыканты? Да, вообще, по-английски, по-английски, многие не могли понять, потому что после празднования из Шанхай Консервации, я вообще приехал в одну из самых популярных оркестров как soloист. Это называется Центральная Ченская Оркестр. После того, как я закончил Шанхайскую консерваторию, я выступал в качестве солиста с одним из самых крупных и ярких шанхайских оркестров. Но я думаю, что это было в 1988 году. К сожалению, что для традиционной чиновской музыки это время было ужасно. И с такими уровнями оркестрами мы только имели три формальные концерты. Потому что никто не хочет слушать чиновскую музыку. Да, и было ужасно. Это был 1988 год, и для китайской музыки традиционно она переживала просто упадок и разруху. И вот представьте, с такого уровня оркестром мы имели всего три-четыре концерта. Для меня, я просто работал очень трудно, и я хотел сделать что-то. Но, вы знаете, все играли ма-джианг, и они не должны практиковать это. У них только три концерта. И я подумал, что я не хотела уйти с моей жизнью. Поэтому я попросил в РФ в Торонто. И, в общем, представьте себе, я столько вообще перенес, я столько учился, я закончил, я столько работал. И для чего? Чтобы прозябать в ожидании трех концертов в год. И я сказал, ребята, извините, и подал заявление в Королевскую консерваторию в Торонто. Но, конечно, консерватория не имела Ирху, я должен идти туда и учиться, но я его использовал как пиано-мажор. Но мой пиано-плеер был ужасен, и я был очень счастлив, что они меня принимали. И на самом деле, конечно, я никак не мог туда поехать учиться или даже преподавать Ирху, потому что они вообще не очень в курсе, что это такое. И поэтому я туда поступил как пианист. Ну сразу хочу сказать, как пианист я так не очень. Но тем не менее, да, мне просто повезло, вообще счастливчик я по жизни, что меня пригласили, что меня приняли. So I went there, and as a student, I had friends who is helping me financially, so I was really lucky. But at the beginning, to settle down in Canada, it was difficult. Actually, I didn't think I could make it doing music. Да, и слава богу, что у меня были друзья, которые помогали мне финансово, потому что я уверен, что приедь я в Канаду и полагаясь только на свои музыкальные возможности какие-то, я бы не очень, конечно, там себя комфортно чувствовал. So probably you will be surprised. I did Chinese medicine. I used to be a Chinese medicine doctor. Да, ну будьте удивлены, да, я даже работал как китайский, собственно, целитель. Я делал акупунктурой, да. Акупунктурой, да. Акупунктурой, да. But my practice was so good, and actually my music took, you know, took its life also getting much better. Up to one point, I had to select, should I do acupuncture or should I do music, then I choose music. И, в общем-то, так у меня хорошо получалось, на удивление, что в какой-то момент я просто встал перед выбором, продолжать мне заниматься акупунктурой или выбрать музыку. И я опять выбрал музыку. Не прогадали, что называется. Хочется напоследок узнать секрет успеха, потому что, ну, вот мы видим, что путь был тяжелый. И все-таки, как вы думаете, почему, сам Джордж как думает, почему сейчас он такой популярный? Ведь его можно таким назвать, правильно, Наталья? Ну, безусловно. Да, конечно. Я не могу сказать. Ну, но, как это было? Как вы думаете, что в секрету успеха? Потому что у вас действительно очень трудная жизнь, чтобы вы получили, чтобы вы получили, что у вас сейчас? Я считаю, что, я считаю, что я счастлив. Это первое. И, конечно, Бог должен быть с вами. Однако, вы должны быть подготовлены. Если ваша музыка действительно говорит, то, что люди, не важно, где они встают, fall in love with your music you will say ok can you come to us to perform so that's how you i think you have to have very good good something that you can provide да ну есть ангел-хранитель который ведет меня по жизни есть какая-то фортуна которая сопутствует мне и есть музыка которую я обожаю и когда вы делаете музыку вы играете вы пишете исполняете музыку которая трогает сердца людей неважно откуда вы из какой страны какого возраста опять же да и люди слышат твою музыку и так происходит обмен они тебя приглашают и вот так наступает всемирное счастье ну что ж сегодня у нас в гостях был совершенно лаки джордж гао этой композитор и музыкант а также в гостях у нас сегодня была наша любимая наталья миллер который нам каждый раз помогает переводить всех тех артистов которые приходят из новосибирской государственной филармонии спасибо большое что пришли нам спасибо спасибо спасибо